Добрый вечер, дорогие гости, дорогие друзья, я приветствую вас в турном центре ЗИЛ на проекте Лофт Филармония. Лофт Филармония, как и прежде, занимается камерной инструментальной музыкой и стандартных условиях лофта, сведеинсталляции и модерации участников. Сегодня у нас четвертый блог-вечер, десятая серия, у нас продолжается пятый сезон. Я очень благодарна руководству культурного центра ЗИЛ на возможность продолжать реальные вечера, также продолжать виртуально нашу историю лофт Филармонии. Также я хочу поблагодарить корпорацию Ямаму Юзи по предоставлению вас замечательного рояля. Очень интересно, что такое доверие нам оказано, потому что камерная музыка, конечно, достойна очень многого, и нам хочется только эмоционировать, показывать новые произведения и показывать новые артистические имена и наши возможности артистические. Но далеко не каждая площадка все-таки получает такой кредит, доверие и такие возможности, поэтому еще раз благодарю наших партнеров. Спасибо также вам, что вы приходите и продолжаете нас поддерживать, интересуетесь нашей лофтовой историей. Я хочу напомнить, что у нас есть свои собственные социальные сети, где мы выкладываем исправно весь артистический контент, всю концертную историю, весь бэкстейдж. Это Инстаграм, Ботфилармония, ВКонтакте, Фейсбук, у нас есть свой канал на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда очень приятно получать такие вот ваши живые отзывы, знать, в каком направлении вы бы хотели, чтобы мы развивались. Такая музыка. Больше нравится и почему. Поэтому не стесняйтесь, я всегда очень открыта и с большим поблаговением отношусь к тому, что происходит. Очень сильно вот эта ваша обратная связь и фидбэки. Я думаю, что на проекте есть солирующая группа, собственно, камерные ансамбли, которые представлены уже в совершенно разнообразных вариациях. Это камерные ансамбли с участием фортепиана, это струнные мартеты, это солисты-патрионисты, которые выходят из давнего времени, мы, если говоря, запустили нового опыта, это духовой инвентент, который, собственно, открыл 10-й музею. Средизменно напоминаю, вы не собираетесь на этом останавливаться, камерные ансамбли численное множество, и я уверена, что мы придумаем еще не один вариант, как вас поразить и как вас удивить этой самой необъятной, потрясающей, невероятной камерной инструментальной музыкой. Ну, и пару слов о нашем концепте. Конечно, как вы видите, у нас по-прежнему есть вот это вот зазеркание, есть видеоинсталляция, которая смотрит, как вот здесь, вот на авансцеле сталкиваются две реальности. Зал реальный, зал виртуальный, зал наполненный, пусть даже наполовину, как говорится, он пусть наполовину или пол, он каждый решает сам. Здесь совершенно пустой зал, который как бы никак не диссонирует, не отвлекает вас от самого главного, от музыки. Но в то же самое время, именно благодаря вот этой вот прямой перспективе, вы чувствуете этот диалог, диалоговое начало, которое не просто расширяет этот пространство, не просто как бы увлекает этот пространство в диалог с вами, а подчеркивает то самое зерно, то самое главное составляющее камерной музыки, это диалоги между ансамблистами. Эту музыку, которую они творят между собой, эти конфронтации, эти переливы, которые, может, могут выступать как из-за, так и против друг друга, они идут в зал, и вот этот диалог с залом, ваш ответ, это энергия, это синергия, которая здесь получается, вот это вот то, ради чего мы все здесь с вами находимся на каждом из проектных вечеров. Ну, переходя уже к тому, чем сегодня порадует вас ловить филомоним, вы знаете, у нас очень много было разных концертов вообще. Вы, наверное, заметили, что иногда я представляю, вчера говорят, что вот сегодня будет музыка, как, например, монантизма, да, мы просто с вами погружаемся в одну эпоху, и бывают даже такие вот монографии, да, когда это один какой-то автор, бывает, что это какая-то вот хронология ученики, там, да, вот какие-то хитросоплетения, концерты. Сегодня достаточно классичная вообще ситуация. Если так посмотреть, заявлены Вольга Аннаман и Моцарт и Дмитрий Шестакович, что сразу бросается в глаза? Это совершенно разные эпохи. Ну что ж, век 20-й, это советская музыка, да, это сразу определенный такой модус, определенное, это достаточно тяжелое, трансмабреженное настроение возникает, мелодина, вот такая ассоциация. И век 18-й, век прекрасной эпохи, эпохи Ранса, красоты, человек прекрасен, человек все подвластно, все возможно. Это замечательная мелодичная музыка, да, так и казалось бы, что общего. Ну вот очень концептуально считается ставить опусы именно соседей через эпоху. То есть классицизм, пропуская анагнетизм, и 20-й век это нечто. Сегодня, вот объявляя программу, я скажу, что порядок будет совсем и привиальным. Сначала это звучит второе, пианное трио, опус 62-ми минор, мы при шестаковочем в четырех частях, и лишь спустя время вы услышите трио, соль, мажор, киохи, 1796, пианное, амадное, мозг. Почему так? Мы узнаем с вами уже из модерации части. Ну, что могу я добавить, да, вот как вообще эти корреспонденты между собой опусы, вот как я рассказывала этот концепт, ну, конечно, есть тональный клан. То есть есть минор, который мы начнем, и есть параллельный анализ, соль, мажор, родственные анализы, они между собой по-визыкански связаны. То есть как бы это очень хорошее вообще такое соединение, сопряжение этих опусов. С другой стороны, я бы скажу, что творчество Дмитрия Шостаковича, второе трио, это, ну, может быть, есть не самая такая вот большая вершина, а безусловно, одна из вершин по-визыканских фортепианных трио, потому что вот я очень люблю музыку, и я не могу без себя высказать, что же для меня более важность, типичная соната, толая соната, какое-то из двух трио фортепиано, или может быть, пинетет фортепиано, или может быть, один из струнных квартетов, не знаю. Я обожаю фортепиано целиком и полностью, но это вершина. И это как бы такой памятник и монумент. Сказав об одном из фортепианных трио Кольгана Мадаймоза, по-визуальмажорном, могу сказать, что однозначно интереснейшее сочинение, очень зрелое трио, очень такое оформленное и готовое. То есть тоже можно сказать, что это какая-то такая вот тоже вершина, очень важная величина, очень важная опыта его в общество. Ну и, пожалуй, на этом, я и ограничусь, потому что все остальное, вы знаете уже из модерации тех людей, которые сегодня для вас это вспомнили. Итак, на аванс сцене «Лотзу армону» Петр Никифоров, скрипка, Даниил Шавырен, лялочель, и Сергей Безродный, фортепиано. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Сейчас работаю. Но «Трио» стоит особняком не только по своему музыкальному качеству, но еще потому, что он, продолжив линию мемориальных сочинений, которые «Трио» начал Казаревич Чайковский, написав свое «Трио», это было написано под влиянием импульса, под влиянием эмоций, трагической эмоций, потому что скончался его многолетний друг Иван Савертинский в 1944 году. Прошу прощения. И Шестакович очень писал это сочинение под влиянием каких-то мыслей, которые его обрывали. У Савертинского уже много-много лет, они были какой-то такой параллельным жизнью. Они оба включили на звание профессора Савертинского в Фетербурге в Шестаковиче-Москве, и оба обработали фонсаваторе. Савертинский был великий теоретик, сноток другой музыки своей, стопу Шестаковича мы все знаем. Вот это очень важно. И, может быть, поэтому мы решили поставить Шестаковича в начале, чтобы мы сразу погрузились в эту атмосферу, сосредоточенности, масштаба и эпохи, которая продолжается, но совсем недавно существовала. И когда будете слушать, вы поймете, что это такое, что это действительно написано в кровь и сердце. Знаете, только еще буквально по словам. Интересная такая вещь, что все пропозиторы, все русские пропозиторы, они очень редко обращались к жанру трио. Чайковский, когда он написал свою величайшую трио, и он уже его написал в память о Николаю Эйвенштейне, он в письме от Фон Эйк сказал, «Я хочу написать музыку для вот такого необычного и себя застава». Стрих повел на черепорт и пьяно. Но для меня это безумие. Я не знаю, что с этим делать. После этого он пишет абсолютные шедевры. После этого Рахмалина написал свое маленькое трио в памяти Петрая Ильича Чайкосова. Вот такая линия. И потом Евгений Шестакович пишет тоже «Память». Это все сочинения, написанные живой эмоцией, живым человеком. Вот мы сейчас вспомним вам сочинения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо.